Пятый канал представляет Крутой чиновник и связался с простой домработницей Ну глупости ты не говори Я ж тебе объяснял, у меня куча работы Я то на совещаниях, то на объектах А я буду путаться у тебя под ногами Так, все Вопрос закрыт, ты остаешься в поселке Да, и завтра утром придет чистильщик бассейна Проследит, чтоб он не лез куда не следует И сама, если уедешь, не забывай ставить сигнализацию Дорогой А ты точно меня любишь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДОМЫЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как же хорошо, что я тебя уговорила продать ту развалюху и купить нормальный дом Да-да, Надюш. А ещё… Ещё. Ты меня, держи, уговорила взять вот под это всё кредит. А ты мог бы взять деньги у моего папы? Ладно. Как же хорошо, что мы выбрались, а? Природа, красота какая! Комары, глухомань, тоска зелёная. Лучше б я дома остался. Да, и до понедельника просидел бы в своих гаджетах, да? Да ладно, перестань. У неё два дня каникулы осталось. Пусть делает, что хочет. Согласен. Ссориться не будем. Будем наслаждаться природой. Пожарим шашлычок, сходим на озеро. Озеро? Знаешь, какие неприятные слухи про твоё озеро ходят? В смысле? Там призраки водятся. Да, Ань. Да я серьёзно, мам. Везде об этом пишут. Там мы утопили ведьму. О! Ведьму. Мама моется в тазике теперь. Аха-ха. Ведьму утопили. И с тех пор она выходит и периодически забирает кого-то. Предпочитает дачников. Даня, не надо читать сомнительные источники. Угу. Что за ересь? Пошли купаться. Давай-давай. Ты только посмотри, какая красота! Это же готовая картина. Это Куинджи, Дань. А, нет. Левитан. Мам! А? Здесь труп. Даня, ну хватит уже. Не смешно. Да не шучу я. Труп. Господи. Юра! Тут труп. Что, серьёзно? Не смотри. Вот чёрт, а. Накаркал ты, Даня. Отвергись, отвергись. Алло, полиция. Майор Романов беспокоит комендантский район. У нас тут труп в посёлок Черничный. Да, приезжайте. Это карма, Юра. Сколько ты в своей жизни трупов видел? Больше сотни. Вот, они к тебе и притягиваются. Слушай, по твоей логике, они к тебе должны притягиваться не меньше. Ай, чур. Мне и без них хорошо здесь. Ладно, как оно там в Москве? Слушай, ты отлично. Сходили в кино с Машкой на комедию. Я правда уснул, а Машке понравилось. Понятно. Развлекаетесь, значит. Что-то непонятно. Что-то такой голос. Имею право, между прочим, свои законные выходные и законную дочку в законную столицу вывезти. Ладно, мне пора. Мы в Третьяковку. Кстати, там картина «Алёнушка» есть. Там вроде тоже кто-то утоп. Так, чтобы быть с тобой на одной волне, а? Ну, давай, удачи. Ну, сити. Я так понимаю, вы участковый. Точно так, капитан Артюхин. Ну, должны здесь всех в поселке знать. Ну, вообще-то я один тут на пять поселков. Весь народ не запомнишь. Особенно дачники. Приезжает, уезжает. А эту девчонку я знал. Как её звали? Дашка Метлицкая. С год назад к нам из города приехала. Сначала её Калинкина к себе в домработницу взяла. Есть тут у нас одна богатая дамочка. А потом Щуров к себе переманил. Щуров. Фамилия знакомая. Так он же у вас в городе, в администрации работает. Говорят, большая шишка. А-а-а. Да, точно, точно. Слушайте, а давно у него это, Даша, работала? Ну, месяца три-четыре работала. Работала одно слово, работала. Шашни у них были. Ну, а что, Щуров мужик с деньгами, со связями. Он какой особняк себе построил с бассейном. А ей-то всего двадцать лет. Вот и польстилась. Сами-то как думаете? Несчастный случай? А что ж ещё-то? Жарко у нас этим летом. Купаться полезло. Вот и потонуло. Ну, вот. Её вещь. Её? Вон там, в кустах нашли. Понятно. Телефон был? Ладно, капитан, понятно. Езжайте в город. Расскажите всё, что знаете. Ну, и вещдоки сдадите. Так и сделаю. Порядок есть порядок. Всё, счастливо. Странный какой-то несчастный случай. Зачем она пошла поплавать на озеро? Ещё в нижнем белье, а не в купальнике. Если у Щурова на участке есть бассейн. Хотя мне в магазине бабки такое понарассказывали. Всякой ереси. Ну, да, да. Вон приедет эксперта, установит причину смерти. И слухи развеются. Как сказать? Бабушки-то говорят, тут оруливает маньяк какой-то. Слушай, Юр, ты сходил бы ты к этому Щурову? Поговорил бы с ним. С какой-то стати. Это вообще не мой участок, не моя территория. Это не моё дело. И при чём тут не твоя территория? Сходи к нему просто по-соседски. Поговори, ну, без протокола. Надя, вот я приду к нему, и что я ему скажу, а? Он меня по-соседски просто пошлёт куда подальше, и на этом всё. А ты боишься, да? Давай я схожу. Да не ссорьтесь. Да мы не ссоримся. Да мы не ссоримся. Да что ты ко мне прицепелся, что я тебе сделал? Э, 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 э! Успокойся, Бабуа! Ну-ка, разошли! Слушайте меня! Это из-за него, это он. Из-за него Дашка умерла. Это вообще кто такой? А вы кто такой? Его приятель? Тогда мне не о чем с вами разговаривать. Нормальный. Представляете, во двор захожу, а это за мной. Кстати, спасибо за помощь. Да, пожалуйста. Мне серьёзный долл пришибёт. А вы простите? Я Юрий Романов. Я ваш сосед по даче. Я из полиции. Вы, значит, тоже по поводу смерти Даши? Ну, заходите. Побеседуем. Заходите. Будете? Нет, спасибо. Ну, а я, извините, выпью. Нервы не к чёрту. До сих пор не могу поверить, что Даши нет. Как это могло случиться? Не знаю. Я же вчера днём в город уехал. Вот такая работа выдернуть могут в любой момент. Да, понимаю. А Даша в посёлке осталась? Ну, да. Она же задачи присмотрела. Вот. А потом вдруг ночью сработала сигнализация. Это хитрая система. В общем, если на территории появляется посторонний, в городской квартире тоже срабатывает сигнализация. Ну, окей. Что вы сделали? Даша позвонила. Она не ответила. Ну, я, разумеется, разнирничался. Не дожидаясь, утра приехал. Смотрю, в доме никого нет. Нет, так вроде всё нормально. Замки не взломаны, вещи не тронуты. Даши только нет. А во сколько это было? Что-то около трёх ночи. Я потом ещё звонил на вас. А утром пришёл участковый и сказал, что Дашу нашли в озере. Иди-ка сюда. Спокойно. Давай, познакомимся. Полиция. Тогда идите, арестуйте его. Так, давай для начала. Ты кто такой и откуда? Давай. Захар Ефимов. Так. Я в Питере в Тюзе служу. Актёр, значит? Да. Мы с Дашкой полтора года назад познакомились в театре. Она тогда в городе работала няней. Привела детей на спектакль. Давай дальше. Мы пробыли с ней полгода вместе. Собирались пожениться, пока она не уехала в этот посёлок. Стали реже видеться. Затем она позвонила и вообще сказала, что нам надо расстаться. Из-за чё ром? Да. Ей мозги запудрило. Вы знаете, что про него местные говорят? Резвращенец. Скажи мне, а ты откуда узнал о гибели Даши? Кореш позвонил. В посёлке живёт. Я как раз у него остановился. Захар, давай я тебе дам один совет. Влезь в это дело. Пусть им занимаются те, кому это положено. Не верите мне. Зря. Так, стоп! Адресок свой дай на всякий случай. Тут вот какие новости. Судмедэкспертиза установила, что вода в лёгких погибшей Метлицкой не соответствует воде из озера, в котором нашли её тело. Это как? Состав не тот. Вода, которой она нахлебалась, очищена, и в ней содержатся ароматические добавки. Ну, такие обычно используются в бассейнах, особенно в частных. Так, это что получается? Она утонула в бассейне, а затем её зачем-то отвезли на озеро? Ну, утонула не тот глагол. Скорее всего, это убийство. На теле обнаружены ссадины, на голове гематома. Её топили, она сопротивлялась, а убийца оказался сильнее. Понятно. Ну, ещё когда приедет следователь? Вот об этом я и хотела поговорить. Здесь рук не хватает, лето, отпуски. Оказывается, Метлицкая была прописана в комендантском районе. Так, а я тут при чём? В общем, есть указание сверху, что этим делом должны заниматься мы. Ну, и тем более, что именно ты обнаружил труп. Так, стоп, Елизавета Петровна. Вообще-то я напомню, я на выходных и с семьёй. А я вроде бы где? У меня, может быть, тоже сегодня выходной. И что? У нашей службы, Романов, выходных не бывает. В общем, мы должны иметь в виду, что дело деликатное. Я надеюсь, не нужно объяснять, кто такой Щуров. О, Елизавета Петровна. Прошу. Спасибо. Летом все гуляют. Ну, а мы что, хуже, что ли? Я бы сейчас махнул бы куда-нибудь на природу. Один уже махнул. Ну, и там его работа настигла. Да. Не знаю, что он там один накопает, еще Лавров в отъезде. Да. Юре будет нелегко. Да. Но мне ему на помощь послать некого. Все на расхват. Понимаю, Елизавета Петровна. Понимаю. Елизавета Петровна, у меня есть одна очень интересная идея. Так. 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 Так, Надя, я вас здание отвожу в город, здесь становится небезопасно. А ты тут один останешься, да? Надя, мы вообще-то не знаем, кто убийца и на что он способен. Ясно, ясно, ты уже от нас устал. С самого начала было понятно, что это дурацкая затея, делать вид, что у нас нормально все в семье. Даня, где ты был? Я на озере был, расследованием занимался. Данечка, подойди сюда поближе, пожалуйста. Давай договоримся так, ты не лезешь в мою работу и слушаешь маму. Я рыбака видел там на озере. Это дачи, здесь полно рыбаков. Да нет, он лицо прятал, как будто боялся, что его узнать могут. Когда меня увидел, убежал. Я прошу тебя, пожалуйста, давай не будем в сыщиков играть, а? Иначе я расстроюсь и растержусь. Куда убежал? С соседней улицы, дом номер девять. Девятый дом, это же дом Калинкиной, у которой Митлицкая работала до того, как перейти к Щурову. Да. Здравствуйте, Антонина Сергеевна. Здравствуйте. Я, Юрий, ваш сосед. Мы тут недалеко дачу купили, а вот хожу со всеми знакомлюсь. Ой, извините, очень приятно. У вас замечательные цветы. Да, замечательные. А знаете почему? Потому что правильно посажены. Правильно в смысле грунта и подкормки? Ой, ну нет. Грунт и подкормка, это все детали. Их нужно сажать в третьей лунной фазе. В смысле, это так важно, да? О, разумеется. А хорошо бы еще, чтобы луна была в знаке весов. Вот у меня все условия совпали, и полюбуйтесь на результат. Угу. Опять уходите, Иван Васильевич? Да, Антонина Сергеевна. Хочу червей накопать, а то, понимаешь, шли на магазинную наживку, плохо клюет. А сегодня вообще неудачный день для рыбалки. Солнце в третьем доме. Я все-таки попробую. Попробуйте. А это, простите, кто? Это постоялец, пенсионер. Раньше был директором кондитерской фабрики. Да, а теперь вот живет на дивиденды, на танцы. А вот оно что, это самое. Короче, пойду. Может быть, чайку? Не-не-не-не-не-не-не. Дома заждались. Красивые цвета. Да, спасибо. Комаров-то сколько, а? Юра, ты давай копай быстрее, а то у нас сейчас с живьем тут, понимаешь, сожрут. Слушай, а у нас еще? Ну нет здесь червей, здесь сухая земля. Ну нет червей, копай где-нибудь в другом месте. Ты же у нас, Юра, дачник. Ты с червями должен быть на «ты», кстати. Дружить. Ага. Скажите мне, пожалуйста, вот к чему вся вот эта конспирация? Рыбалка, черви, удочки. Юра, я приехал тебе помочь. Но не как официальное, а как частное лицо. Понимаешь? Чтобы вот, это как вот, так сказать, военная хитрость такая. Ага. Юра, я теперь для всех пенсионер-бездельник. Приехал порыбачить. А мне местные, знаешь, сколько понарассказывают, что тебе даже и не снилось. Ага. Давайте, например. Ну, например. Вот ты думаешь, я просто так к Калинкина и на постой напросился, а? Ага. А для того, чтобы побольше узнать про убитую. Ага. О. Ну, вы знали? Что вам Калинкина-то может рассказать? У нее Метлицкая работала давным-давно. Не скажи. Да, Калинкина, конечно, баба своеобразная. Она в чертовщину всякую верит, в мистику, в гадания. Но она все про всех знает. Вот так вот. Ерунда это какая-то вся. А вот не ерунда. Она мне сказала, что Щуров, он еще тот сексуальный шалун. Он всякой там фаза-маза балуется, понимаешь? А Калинкина-то откуда это знает? Ну, я думаю, у них роман был когда-то. Ну, а теперь его на этих, на молоденьких потянуло. Ага. Ну, все. Надо брать Щурову в разработку. Он первый. Эй, Юр. Отдель. Тут, понимаешь ли, аккуратно действовать надо. Но если возьмем мы его в разработку, а окажется, что он не при делах. Ты представляешь, какой шум здесь будет? А? Скандал. Юра, это у нас должны быть железные доказательства, что именно он убийца. Вот так вот. Ага. Ага. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Антонина Сергеевна. И чем это вы тут занимаетесь? Да вот, гадаю. Матушка покойная научила. Я картам верю. Они им правду говорят. И что же они вам говорят? А говорят, что встречу я трифового короля. Не молодого, но симпатичного. А может, уже и встретила. Да просто не знаю, кто он таков. А и кто же этот король? Я пока очень мало про него знаю. Имя у него такое исконно русское. Сам он человек добрый, сладкое любит. И где-то совсем рядом со мной. Извините. Куда это вы, Иван Васильевич? Так это я вспомнил. Мне леску надо новую купить в магазине. Проходи, проходи. Я почти домыла. Представляешь, в поселок Мальков приехал помочь. Мальков? Угу. Я два часа на него потрачил, как дурак. А дело не с места. Ну, может быть, тебе просто нужно вдохновение? А Даня где? Во дворе. Я его отправила с морозины собирать. Пока трехлитровую банку не медалет не привезет. Катюша, его там нет. В смысле нет? А где он? А я откуда знаю. Ушло вдохновение. Надя! Да, мам, я не могу говорить. Почему не можешь? Ты где? Я недалеко, скоро буду. Что значит недалеко? Кто тебе разрешал уходить со двора? Даня, немедленно возвращайся. А ну, стой! Стрелять буду! Стрелять буду! Стрелять. Стрелять. Вы ваносились? Даня, ты что тут делаешь? Погонься за мной, прошу их не выдавать. Ага, понял. Давай, туда, быстро. Вы здесь пацана не видели? Видел. Куда побежал? Туда. Ага. Иди сюда. Слушай, давай-ка уйдем отсюда, а то не дай бог вернется. Пошли. Спасибо. Да ладно. Это значит, я тогда вас на берегу озера видел. Не знал, что вы в поселке. Ага. Лучше бы ты не знал. Вся моя конспирация теперь коту под хвост. Я вас не видел, честно. Ага. Ну, давай, рассказывай. Что ты натворил? Подвор в ней залился, короче. Так. Вот. Я когда на берегу озера был, его подобрал. Ага. Сейчас ищу чем. Вдруг убийца обронит. А, то есть ты решил все дворы облазить? Ну, а что еще делать? Ну да. Ага. Значит так, Даня. Ты сейчас идешь домой, родители, наверное, беспокоятся. А вот ключик я оставлю себе. Хорошо? Я попробую с другого бока залезть. Ага. Ну, беги, беги, Данечка. Давай. Беги. Ага. День добрый. Добрый. Чем обязан? Вы уж ради бога извините меня за беспокойство. Я тут человек новый, так сказать. Ага. Вот шел мимо, смотрю, дача-то у вас какая хорошая, добротная. Да. А фасад, фасад-то какой красивый, а. Красивый и что? Ага. Землю хочу у вас прикупить, дом построить. Вот интересуюсь, где бы хорошие, качественные стройматериалы прикупить. Да, надежных, так сказать, рабочих найти. Я могу телефона дать? Да что вы говорите. Звоните, договаривайтесь. Хорошо, сейчас. Одну минуточку. Давайте, диктуйте, я запишу. Ага. Плюс семь. Ага. Ой. Извините, ротяпа. Что случилось? Мамочки. Телефон подайте, а то в спину что-то стреляет. О, вот он. А я его по всему дому езжу. Ага. А телефон-то? Давай. Да, да, да. Держите. Ага. Сейчас, одну секунду. Да. Ага. 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 Какая сволочь это сделала? О, я так и знал. Опять сумасшедший. Ну все, ты допрыгался. Я полицию вызываю. Давайте лучше я вызову. И поняты буду, если надо. Правильно. Вот. И покажете, что он вломился в мой дом, залез в мой компьютер, он еще машину мою изуродовал. Не подходите ко мне. Вот. Смотрите. Ух ты. А что такое? А что тут непонятного? Он БДСМ увлекается. Это мое личное дело. Ноут положил? Да, конечно. Давай рассказывай, что ты с Дашкой сделал. Или я на кнопку нажму, и все эти фотки улетят в общий доступ. Я тебе сейчас нажму. Что, боишься, да? Правильно. Если эта инфа улетит в свободный доступ, все узнают, какой ты на самом деле. Так, я не понял. Вы в полицию собираетесь звонить? Он у меня уже шантажирует. А я вот помню, мне один мой знакомый полицейский случай такой рассказал. Вот точно такой же шалун-любитель вот так вот с женой развлекался и немножко не подрасчитал. В поры не страсти задушил ее, понимаешь ли. Ага. Вы на что это намекаете? А чего тут непонятного? Утопил Дашку, да? Да как я ее мог утопить? Я в городе был! Папа, ты на меня не сердишь себя? Я ей только тебе помочь хотела. Нет, спасибо большое. Уже помог. Юр, я тут с соседкой разговаривала. Она слышала, как Щуров ругался со своей домработницей. Она меня просто мимо проходила и слышала, как они страшно кричали. Ну что, вы двое надо мной издеваетесь, да? Вначале один детективы играет, теперь вторая. В смысле, я просто думала, это важные сведения, они могут тебе пригодиться. Важные сведения? Надя, из-за разряда одна баба другой сказала. Вот объясни мне, почему тебе все в поселке говорят, а мне никто и ничего. Ну может, просто ты не умеешь с людьми общаться? А ты женщина! Люблю тебя, не могу. Да, Иван Васильевич, сейчас переоденусь и буду. Да, веселая картинка. И на свежих снимках везде Метлицкая. К ее смерти это не имеет никакого отношения. Вы знаете, она утонула в бассейне, а бассейн есть у вас. Что ж, получается, потом вы взяли ее тело и для отхода глаз отвезли на берег и бросили в озеро? Вы бы рассказали все, как было, а? Да. Я так понимаю, на кону не только ваша репутация, но и ваша свобода, понимаешь ли? Ага. Хорошо, я расскажу. В том ночи я действительно был в городе, я по делам уехал, а Даша осталась на даче. Вы с ней поссорились? Да, подсапались из-за пустяка. Ты это суры-то не назовешь. А почему из города обратно вернулись? Это я только просто так спросил, из любопытства. Я же объяснял, сработала сигнализация. Я позвонил Даше, она не ответила. Ты врешь! Так успокоился! Продолжайся. Я пришел и нашел ее в бассейне. Мертвую. Она была в отежде. Она на лице и руках ссадины. При ней вещи были какие-нибудь? Только телефон. Но он не работал, в нем вода была. Хорошо, давайте мы сюда. Я его разломал и выбросил. Там же могли быть наши фотографии. Подумал, какая шумиха поднимется, если об этом узнают. Ну, они доброжелательные у меня, Пал. Но только и ждут повода для скандала. То есть вы отвезли ее сами на озеро? Подумал, типа несчастный случай. Купалась, утонула. Специально раздел ее. Одежду в кустах. Урод! Ты сам же ее и убил, а теперь отмазываешься! Сиди, сиди, сиди. Ну что, ты его проверил? Угу. У Щурова алиби. Вот, смотрите. Это Щуров? Да. Выходит из дома в два часа ночи. А Метлицкую убили тремя часами ранее. Не сходится. Скажу тебе больше. Пришли результаты экспертизы. В воде, в которой утопили Метлицкую, найдены микрочастицы хвои. А в бассейне у Щурова их нет. И состав ароматических добавок не совпадает. И что получается, что Метлицкую убили в одном месте, а потом привезли и подбросили в бассейн к Щурову, что ли? Я так рада, что, по крайней мере, вы, Романов, способны на простейшие выводы. Надь, ты случайно не видела? Ну, тут хвойные деревья нигде не растут. Не знаю. Я вроде не видела. Они в лесу растут. Да не, оно чтобы хвойные иголки ветром нанесло в бассейн. Ерунда какая-то. Юр, доставил бы ты это дело. Оно не твое. Тебе его навязали. Проси Малькова, пусть кого-нибудь пришлет. Мам, нормальное дело. На работу ходить не надо. Ты вообще себя слышишь? Чтобы я оставил это дело, а потом приехал какой-нибудь дядя, да, раскрутил его? Так не пойдем. Слушай, а может, ее в сауне утопили? Ну, в тазике, где еловые ветки замачивают. Все, Лень, понятно. Толку не будет. Давай. Подожди. Я где-то слышал, что особо держимые садоводы используют эти хвойные чипсы в качестве удобрения. Хвойные чипсы? Я думал, что это для особо одаренных гурманов. Романов, не разбираешься ты в еде. И, как следствие, в удобрениях. Слушай, Лень, тут каждый первый. Либо садовод, либо огородник. Либо и то, и другое. Я что, должен у всех на грядках ковыряться и сказать, что они там нахимичили? Ой, Романов. Теряешь ты хватку. Ладно, я завтра буду, утрю твои слюни и проведу тебе мастер-класс. Ну, давай. И вот эту штучку сюда. Хвойные чипсы. А у меня же аллергия на хвою. Тут-то, когда я вхожу во двор Калинкина, я постоянно чихаю. А она точно посыпает этими чипсами грядки и клумбы. Так. Метлицкая раньше работала у нее, а потом перешла к Щурову. Слушайте, это не повод убивать Метлицкую. Погоди, погоди, Юра. Все намного сложнее. Я знаешь, что думаю? Нужна помощь твоего этого, как его актера из ТЮЗа. Щуров не убийца. Но мы знаем, кто мог это сделать. И кто? Я тебе скажу, но позже. Если ты поможешь нам. Помочь от Маза Щурова? Слушай, я тебе сказал, что он не преступник. Неужели ты не хочешь наказать реального убийцу? Хочу. Но Щуров все равно тварь. Что за человек, а? Скажите, Антонина Сергеевна, ну, только без обид. А у вас с Щуровым что-то было очень серьезное? О, а вы ревнуете? Да нет, ничего серьезного. Он делал мне какие-то пошлые намеки. Мне это было неинтересно. Я же рассказывала вам, что это был за человек. Это что? Это что, шутка? Это... Помогите! Это ты ее убила! Это ты ее убила! Это ты ее убила! Это ты ее убила! Вот черт, а! Слушайте, мы, кажется, перестарались. Я вообще не думал, что она на такой дешевый трюк поведется. Дешевый трюк? По-моему, я сыграл идеально. Она верит в мистику, и это сработало. А, ничего страшного. Обморок. Жива! Эй! Красавчик! Игорь растоптал мои чувства. И все из-за этой вертихвостки. Будь она проклята. Проклятия вам показалось мало. Его ее в прямом смысле замочили. А после смерти мужа его фирма досталась вам. Но в бизнесе вы не очень. А Щуров в прошлом неплохой коммерсант. А, какая меркантильная дама? А я-то было поверил в большую и чистую любовь. Не, Лень, чистым бывает только расчет. Да. У Щурова были связи наверхах. Он очень мог помочь в бизнесе. Но страсть к Дарье Метлицкой помешала. Она хотела денег. В тот день я узнала, что они поссорились с Игорем, а он уехал в город. Я позвонила ей и предложила зайти. Зачем к вам? Какой смысл? На своей территории я чувствую себя увереннее. Я предложила ей хорошие отступные, если она откажется от Игоря. А она что? Сказала, что он ее любит, а я... слишком стара, чтобы его заинтересовать. И вы ее головой обассейн, да? Я... я была в ней себя. Толкнула ее в бассейн, она упала, ударилась головой о бортик. Слушайте, судя по ссадинам, у вас там настоящая драка была. Жалко этого чиновника-садиста бы не было. Оп, он повеселился, а? Слушайте, вы потом взяли труп, отвезли на дачу к Щурову, бросили в бассейн, а ключи вы где взяли? В кармане у Метлицкой? Я решила, если наказала ее, накажу и его. Коварно. Юра, ты куда сейчас? Я в поселок поеду, своих заберу. Отпуск закончился. Юра, а хочешь я тебе еще два отгола дома? Так сказать, за хорошую работу, а? Нет, спасибо большое. Слушайте, ну, каникулы закончились. Даньки в школу, Надя на работу. Иван Васильевич, а вам спасибо, вы отличный напарник. А вы что думали, что я только байки умею рассказывать, а? Да у меня, парни, такой стаж оперативной работы, что вам даже и не снилось, понимаешь ли? Иван Васильевич, ну, раз такое дело, давайте поменяемся местами. Все, пока. Что, отличная идея, я вам премию выпишу. Что, я проковожу, а вы, это, старину тряхнете? Ладно, молодость помните. Лавров, каждый должен знать свое место, понимаешь ли. Ага. Зря ты, Юра, меня не поддержал. Я б тебе самым сделал. Я б тебе самым сделал. Я беру тебе самым сделал, я дам мне. Я б тебе самым сделал. Я б тебе самым сделал. Продолжение следует...